Представлять не буду, да, с кем мы сегодня встречаемся. Давайте вот с чего начнем. Месяца два с половиной назад мне написали, некоторые из вас написали мне, и сказали, что хотят сделать Сереже подарок на день рождения. И, собственно говоря, поскольку ничего материального не хотелось дарить, ничего такого, то зрители придумали, то есть я знаю, что многие из вас сидят сейчас в зале, спасибо вам, да, спасибо вам большое, машут рукой, зрители придумали собрать деньги и учредить денежную премию имени Сергея Полунина с тем, чтобы он присудил ее, отдал ее кому-то из талантливых ребят, которые планируют заниматься дальше балетом, развиваться в этой области. Собственно, это осуществилось, и я передаю микрофон Оксане, которая когда-то придумала клуб зрителей, и благодаря которому, собственно, мы с вами собираемся и с разными общаемся солистами нашими, известными, и Оксана сейчас все расскажет дальше. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья, я очень рада всех вас видеть здесь. Приветствую Сергея тоже. Сергей у вас самый лучший фонат на свете, потому что они такие же добрые, теплые, как вы. И они собрали, они придумали подарить вам на 25-летие такую премию, которую вы можете передать ребенку, которую вы считаете перспективным и в будущем может, возможно, пойти по вашим стопам. Мальчик, девочка на вашем выборах. И они просили передать вам такие слова. Дорогой Сергей, с первого появления на вашей российской сцене ваш талант и ваше искусство поразили зрителей. От лица всех ваших почитателей нам хотелось бы поблагодарить вас за ту радость, которую вы дарите нам своим творчеством. Но не только ваш странец трогает наши сердца. Стремление помогать людям, ваша доброта невольно вызывает у нас ответный отклик. Зрители из Новосибирска, Москвы и других городов объединились, чтобы поддержать вашу благотворительную деятельность и учредили единовременную премию вашей честь для ученика балетной школы. Для вас, о вас мы просим выбрать лауреата и передать ему этот подарок. Спасибо. Спасибо. От Новосибирского клуба зрителей. У нас для вас цветы. Спасибо. И вот такая полетная книга, в которой Сергей может на старости своих лет вспомнить все спектакли, в которых он танцовал Новосибирский клуб. Спасибо. Ну, собственно, скажи, пожалуйста, пару слов о том, мы решили передать самостоятельно. На самом деле мы решили еще добавить денег, и шестерым студентам будет стипендия на год, и проживание будет оплачено, обучение и еда на год. Поэтому спасибо вам. И шесть студентов, я думаю, будут очень благодарны. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Тамара Сибирский клуба. Я хочу сказать, что, наверное, моя жизнь началась со Спартака. И после этого у нас возникла идея поздравить вас с днем рождения. И эту идею высказали через интернет и поддержали ее ваши поклонники. И не только это были поклонники Новосибирска, и Москвы, и, значит, многих других российских городов. И не только российских городов, но даже и дальнего зарубежья. Поэтому, значит, мы сначала поспорили, значит, что же, какой подарок лучше вам сделать. Вот. И у нас было два варианта. Но мы решили, что каждый вариант хорош по-своему, и мы подарим оба вам подарки. Значит, один вы уже получили подарок, а теперь я хочу подарить вам второй. Значит, вы своими выступлениями дарите нам свои эмоции и свою энергетику огромную. И поэтому мы, конечно, со своей стороны тоже хотели бы вам подарить что-то, тоже какую-то часть своей энергетики и своих эмоций. И поэтому мы вот такой подарочек вам хотели подарить. Вот такая коробочка. Вот. Она такая вот простая с виду. Может быть, не очень такая нарядная, не очень интересная. Но на самом деле в этой коробочке тишина зрительного зала и буря аплодисментов после спектакля. Крики права. И даже слезинки, которые появляются у некоторых зрителей. Улыбки. И самое, наверное, главное, вот то, что сейчас у меня бегает по моей спине, это мурашки. Вы знаете, говорят, что самое главное, самое такое правдивое, это именно это. То есть вот и слова, и улыбки, даже взгляды, они могут соврать. А мурашки, они самые настоящие. Так что вот здесь эти мурашки тоже есть. Значит, ну вот открываем эту коробочку, простую. И здесь еще одна коробочка. Еще одна коробочка. В этой коробочке запечатано или запечатлено наше признание и наша любовь к вам, как замечательному артисту, талантливому, суперталантливому танцовщику и артисту, который своей игрой, своим воплощением вот в ваших героях делает их настолько живыми, что они становятся нам близкими, и мы переживаем вместе с вами, на самом деле. И самый, наверное, такой значимый для многих, ну для меня-то уж точно, событий этого года, это был Спартак. Вот. И мы решили, что этот герой, он очень похож на вас. И мы решили, что он должен здесь остаться, сохраниться, как бы вот в таком виде. Значит, здесь, здесь, здесь Спартак, это ваш, это вы, это вы в этом образе. Вот. И мы считаем, что как бы, не как бы, а на самом деле, значит, очень многие черты, наверное, у вас общие, то есть стремление к свободе. Значит, то, что вы готовы бороться за эту свободу и преодолевать какие-то преграды и трудности на этом пути. И в то же время, честность, справедливость и сила, которые, ну мы все ощутили, наверное, те, кто увидел этот спектакль. И нежность, что для нас, для женщин, тоже как бы, очень важно, наверное. значит, вот, сейчас, значит, ну что, подождите, пожалуйста. Значит, она находится, это, медаль, или, я бы назвала это даже монетой, которая имеет очень большое достоинство, достоинство всех зрителей, всех, мы ее раскроем. Говорят, ее нужно держать в чехле, но я думаю, что все-таки не такой человек, который, как бы, будет вот все закрытое держать. Так вот, здесь Спартак, и, как вы видите, здесь подписано, да, что это Спартак. И, наверное, мы заметили, очень много символов вложили в это. То есть, мы заметили, что в слове Спартак, первые две буквы совпадают с вашими инициалами. Поэтому мы их выделили. А оставшееся слово, артакус, если вы, как бы, знаете такое русское слово, артачится. То есть, это человек, который, как бы, он наперекор идет к каким-то вот вещам. И я думаю, что это тоже, как бы, для вас, наверное, очень близко. И вот, как-то вот все это совпало, символично очень. Ну, и здесь дата. Значит, мы хотели вам пожелать, чтобы у вас за спиной всегда были крылья вашего таланта, вашего упорства, ваших трудолюбия вашего, и чтобы вот эти крылья помогли вам взлететь на вершину успеха, и всегда были с вами. Спасибо. Значит, и, ну, я как бы не буду, переверну, а давайте вам. Вот. А на этой стороне, значит, наш сибирский колизей, наш оперный театр, и хотелось бы, чтобы чтобы и Новосибирск, и наш оперный театр остались таким местом, где исполняются желания. И желания не только ваши, но и наши. Потому что мы очень хотим и очень ждем видеть вас на таких встречах и на спектаклях еще много раз. Не только сегодня, не только. Вот. Значит, но это еще не все. Это еще не все. Да, нам показалось мало. Это мало. Ой, давай возьму. А слышали меня так? Слышали. Ну, давайте. И, значит, да, еще хочу сказать, что в процессе вот этой организации всего встретилось очень много людей, и все они замечательные, хорошие, добрые, отзывчивые, светлые. И вот один из людей, к сожалению, ее сегодня нет, сделал нам открытку. Она очень необычная, эта открытка. Вот я покажу всем, она вот такая вот. И на этой открытке тоже запечатлены места, я думаю, очень значимые для вас. Вот если вы будете внимательно разглядывать, я думаю, у вас тоже будет на это время. Вы здесь увидите, что здесь есть ваш родной город, там, где все начиналось. Здесь есть Киев, где продолжилось, и здесь есть Лондон, и посмотрите, здесь есть даже лавочка, на которой вы сидели, и смотрели на оленей. Но потом судьба сделала резкий поворот, и вы оказались в России, где тоже нашли много, ну, вас полюбили очень много, многие зрители, и особенно, конечно, Москвы и Новосибирска. И здесь тоже вы увидите Москву и Новосибирск. Вот. И мы желаем, чтобы, конечно, вы увидели еще много стран, много городов, не только российских, но и как бы вот всего мира. И во всех этих городах вы встречали интересных и просто, ну, не знаю, замечательных, добрых людей. и все это сделало вас сильнее, мудрее, счастливее, любимее. Вот. И, значит, ну, здесь такие короткие слова, которые очень многие, мы настоятельно вот прям попросили, чтобы они здесь были, потому что очень многие просили, чтобы пожелать вам здоровья, обязательно здоровья. Вот. Так, я не вижу. с благодарностью от поклонников со всего мира, здоровья и новых побед и города, которые, значит, участвовали в Новосибирске, Маславском, Петербург, Саратов, Уфа, Владивосток, Нью-Йорк, Тилово, Нижний Новгород. Если кого-то забыло, то извините. Вот. Мы надеемся, что это будет вам память о нашей встрече и о нашем городе и вообще вот о всех этих событиях. И как-то вот вы нас не забудете, потому что мы очень надеемся, что ваши грандиозные планы, которые, ну, мы так знаем, да, вы нам расскажете еще, будет место для нас, потому что мы все-таки очень хотим, очень надеемся вас еще видеть и в спектаклях, и на встречах. Сережа, вы как-то вот учтите, пожалуйста. Спасибо. 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 А у нас есть еще один подарок. Давайте мы сделаем так. Давайте мы уже наконец поговорим друг с другом. А подарки еще к концу. Хорошо? Хорошо? Все. Друзья, значит, мне передали вопросы. Я начну, наверное, с вопросов, которые мне передали для тебя, и потом будут вопросы из зала, например. Во-первых, мне просили передать, что знаешь ли ты, что в Москве есть люди, которые видели, например, всех, в твоем исполнении. Очень интересно узнать, когда, прочитаю вопрос, который мне передали, когда вы выходите на сцену, знаете ли вы, какой будет сегодня ваш герой? Или трактовка рождается прямо на сцене? И если прямо на сцене, то от чего это зависит? Обычно рождается прямо на сцене. И поэтому получается разное всегда. Я вообще не обдумываю балеты. На самом деле, абсолютно. Даже ночь перед спектаклем я не думаю, что будет на следующий день. И просыпаюсь, смотря в каком настроении проснулся, такой будет и спектакль. И, наверное, это благодаря, я не знаю, чему, но мне позволяет тело не задумываться над движениями. Я никогда их не продумываю или не репетирую. И то, что вы видите на сцене, это никто еще не видел, то есть даже педагог не видел. Это, наверное, благодаря координации, может, я не знаю, но я никогда движения не делаю. в студии. И так же на уроке не репетирую. И из-за этого получается всегда новая, то есть она не заученная все. Да, это такая небольшая импровизация, поэтому получается всегда по-новому и по-разному. И за это и любим. Второй вопрос по залу. Как на тебя влияет зал? Ты чувствуешь, что ты отдачу от зала. Влияет ли это на то, как ты продолжаешь исполнять партию? Да, я думаю, все-таки важно, как люди хлопают и какая отдача от зала, и это может расстраивать или радовать. Я сейчас поездил в Корею, в Индии, где люди не знают, где хлопать, в каких местах, например, и танцевал в Китае, 7 тысяч человек, и после байдарки с соло, когда надо отдохнуть тебе, ты идешь в тишине на поклон. То есть просто в тишине идешь и ты кланяешься, потому что тебе отдохнуть надо, а не что бы. И на самом деле зрители могут тебе помочь отдыхать в каких-то моментах и это важно. Идите. Мне на самом деле не так важно кланяться. Например, если бы я ставил балет, я бы убирал поклон. То есть танцевал, а уходил, и пока хлопает, уже что-то новое начиналось, так бы я считаю, что более энергично бы проходило представление. Но для отдыха нужно, конечно, некоторые моменты. Есть вообще желание что-то ставить самостоятельно? Если бы я ставила. Желание есть. Не уверен, что у меня есть талант, чтобы ставить. У меня есть талант продолжать работать с постановщиком. То есть, если он мне что-то начало дает, я ему могу сто разных идей дать, но первоначально нету. То есть, у меня как-то вот нету продолжительности. Как-то думания вперед, наверное. Я всегда живу как-то одним одним моментом. Если мне дают начало, я могу это очень интересно продолжить и поставить. Также Алису в Лондоне. Там, в принципе, все мужские движения, это моя постановка. Но задумка все равно должна была быть его первоначальной. Также по ДД я могу с девочкой красиво что-то ставить, но через секунд десять он должен свое что-то сделать, чтобы у меня было еще какое-то начало. Вот, кстати, следующий вопрос был про хореографа, который тебе интересен. Есть ли сейчас кто-то, с кем хотелось бы станцевать? Может быть, хотелось бы какую-то новую роль или специальный балет поставленный для тебя? Вот такими я сейчас и буду заниматься. Я в Лондон еду тринадцатого. января и хочу и все-таки это, я думаю, будет маленький принцип создавать небольшую свою труппу и брать хореографа, который будет ставить под балет. Вопросы есть? А хореограф будем есть на предмете или салтарин? Нет, на самом деле я не хочу брать какое-то большое имя, я не люблю когда нет хореографа на себя тянет. Поэтому это должен быть какой-то хороший человек, которого я люблю как человека. И в идее может Эмиль Хаски есть на 100 градусов по Цельсию ставил он виртуозен во всех жанрах, то есть это не Баланчин, это не Макмиллан, он может все делать и это интересно мне. И идея тоже также я хочу с Дэвидом Луэшапалем, фотограф такой есть, с которым я сейчас работал на Гавайях. Он пишет сценарий, как это будет выглядеть и много идей будет исходить именно от него. Я думаю, что мы на самом главном все вопросы получили от Элидаси и Сергея не уходят из Болета. А как вы уезжаете в Лондон? На сколько этот проект приблизительно? Наверное, до лета. До лета мы даже. Но как бы не хотелось оставлять так надолго Россию, и поэтому посмотрим. Но пока вот еду как бы целенаправленно туда, из Нью-Йорка, Лондон. И как бы возможно делать свою трубу. То есть у меня такая цель. Много людей заинтересованы в этом помочь. И первоначальная цель будет этого проекта купить два военных автобуса. Это такая еще первоначальная идея. А раскрасить их в разные цвета. Поставить балет, такой как «Маленький принц» и повозить по миру. То есть где останавливаться может иногда в театрах, иногда на самых больших площадках фестиваля и пропагандировать балет и пропагандировать как бы будет против войны вся идея. И также это будет записано документально. BBC заинтересована в этом. И также в этом документальном фильме будет художественный фильм. То есть в конце будет задумка, будет поставлен сюжет. Также будет идти небольшой сюжет про мою документальную жизнь. много идей как бы в одну хотим собрать и театр и балет и как бы любовь и противовоенный настрой и повозить по миру. Кажется это будет интересно и так лет ухватят. Я хочу сделать. Ну вот все как бы многие люди заинтересованы и все как бы настроены успеть к лету. Но на самом деле это конечно долгий процесс. и два года занятия. Но стараться к лету успеть. Давайте вопросы. Мы же так выберем. Друзья. А классика ваша цель? Классика это Игорь. Это человек, который меня удерживает. Это который говорит, что это важно что-то танцевать. И с ним в зависимости какие у него будут идеи я думаю я буду продолжать танцевать в большой классике. Как бы физически в классике я когда танцую в классике она ограничивает очень сильно. То есть я знаю что я могу сейчас многое но все равно как бы идешь в какой-то определенной рамки и это не всегда мне так сильно интересно но это важно и это зрители любят и я тоже стараюсь как бы сейчас в этот как-то это больше полюбить спартак какая-нибудь партия которую хотят в классике танцевать? а вот наверняка у поклонников то есть по поводу спартака хотели задать вопрос тебе все ответили что в этом сезоне вы очень изменились и ваши герои повзрослели и стали более мужественными и уверены в себе изменил ли это спартак и вот говорят что показалось нам что спартак повлиял даже на салора в последней боедерке создавалось впечатление что весь предыдущий сезон вы были в поиске этого образа и сейчас нашли я так понимаю что ты уже сказал что скажи пожалуйста несколько слов именно о подготовке о том что он для тебя значит приехал я с Гавайи и как-то на Гавайях я сильно изменился там довольно духовный такой народ он как-то с природы влился и там сильно хорошо отдохнул как-то и душевно и физически и приехал очень позрослешь действительно и приехал проси у меня такой вот план был я как бы в Лондоне знал что я уезжаю в январе и благодаря Игорю он мне обеспечил спектаклями и это его идея была Спартак станцевать он мне еще два года назад говорил но я что-то отказывался и я его уговорил Краса потому что он у него тоже было много дела он уезжал и я уговорил на на это число чтобы он со мной станцевал и как проходила подготовка на самом деле я был сильно в неформе и еще ногу порвал в этой части на Гавайях опять там проходили съемки наверное еще не могу говорить потому что один известный будет очень музыкальный клип с известными артистами которых уже нет и я там был главным героем и на съемках первый день что-то надорвало проходили съемки пять дней надо было бегать прыгать с камней прыгать с водопадов и я сильно повредил ногу поэтому не прыгал вплоть до думаю до 4 дней до спартака я вообще не прыгал я так просто ходил как бы размечал в голове все ну станцевал повезло на дань я вообще даже не представлял даже вот сейчас была байдерка в Москве что я смогу оттолкнуться на ЖТС с этой ноги ну нашел хорошо доктора вылечил в Москве